Ау-ау-ау, ау-ау. Итак, сегодня у нас 3 июня 2024 года. 12 часов дня, в Туле 24 градуса, за окном дождь. За окном дождь, а это ау-ау-аукцион. И для начала новости предыдущих торгов. За прошедшие 2 дня аукциона ставок никто не делал, поэтому предыдущие 2 картины на сегодняшний день стоят также 10 тысяч рублей. Пока в телегу мне только задают вопросы. Поэтому, скорее всего, я плохо объяснил правила. Суть такая, что каждый день на торги я выставляю 1 картину из 20 картин первого сезона. И начальная цена в этом сезоне каждой картины 10 тысяч рублей. Если вы хотите купить картину, пишите мне в телеграм, мы спишемся. Вы пришлете мне 10 тысяч рублей, картина будет забронирована за вами на 5 дней. Если в течение 5 дней кто-то повысит ставку в 2 раза, а мы повышаем ставки только в 2 раза, то я вам обратно отправлю ваши деньги и плюс 20% сверху. То есть не 10 тысяч, а 12. Если ставку никто не повышает, то за ваши 10 тысяч я вам отправляю картину в подарочной упаковке, которую я делаю своими руками. В итоге картину получает тот, чью ставку никто не повысил в течение 5 дней. И сегодня третье число. У нас третья картина. Сама картина сделана из высококачественной фанеры, задняя часть которой затекстурирована уже по традиции в тульский карагач. И вот такая вот каллиграфия. Пацаны не извиняются. То есть получается, что картина у нас двусторонняя. Давайте ее перевернем. Размер этой картины вместе с рамой 75 на 62 сантиметра. Лицевая часть картины написана на хлопковой бумаге ручной работы фирмы Арш. Она вообще предназначена для акварели, но у меня акварель не пошла. И поэтому я ее приспособил для того, чтобы на ней рисовать акрилом или маслом. То есть рисовать я начинал на бумаге, потом эту бумагу я приклеил на фанеру клеем ПВА. Подмалевок я делал черно-белый, а потом уже цветным маслом я делал лисировки и появился цвет. Стартовая цена на эту картину, как и на все, 10 тысяч рублей. Кого заинтересовало это предложение, пишите мне в Телеграм. А завтра в 12 часов на этом же месте в это же время будет продаваться четвертая работа. Пацаны, мне все, и я все, пацаны, кто меня знает, тот в курсе.